Опускала руки и понимала, что ну все, значит ничего не сделать. Ну, потому что один ДНК-тест стоит 500 долларов. Все это не зря, как видите, я в Израиле. Тема сегодняшнего видео это Как доказать свое еврейство с помощью теста на ДНК. Приветствую вас на канале о жизни в Израиле. И сегодня у нас в видео участвует Саша, которая репатриировалась буквально две недели назад. Ну, и в принципе, как бы прошла сама весь этот путь, связанный с подтверждением своего еврейства с помощью теста на ДНК. Александра мне написала с предложением, что она хотела бы рассказать об этом поподробнее, потому что она потратила много времени, сил и материальных средств для того, чтобы это, ну можно сказать, пройти на своем примере. И первый вопрос, так чтобы, ну, наши зрители понимали, как бы о чем идет речь. Расскажи, пожалуйста, с какими ты трудностями столкнулась во время того, когда ты собирала все необходимые документы и с какими проблемами ты столкнулась? Хорошо. Ну, смотри, Саш, все началось давным-давно. И я всегда знала, что моя бабушка еврейка, и папа мой тоже еврей. В 18 лет я первый раз прилетела сюда, после этого я задумалась о том, что, ну, можно было бы сюда переехать. А спонсором данного видео является компания Isra Car, которая занимается продажей автомобилей в Хайфе. В компании есть свой сайт, где вы можете ознакомиться с автомобилями, которые есть в наличии. Также компания предоставляет гарантию на основные агрегаты автомобиля. А ссылку на сайт компании мы оставим в описании. Ну, и, грубо говоря, 10 лет мне понадобилось на то, чтобы выяснить, как вообще доказать, что мой отец – это мой отец, так как мои мама и папа никогда не были в браке. И у меня не было документального подтверждения, что мой отец, ну, связи с ним и, соответственно, с еврейской стороной семьи. То есть вообще никаких не было, не написано ни у тебя в свидетельстве о рождении, что ты еврейка, то есть, что твои родители евреи, да, получается? Все верно. Был записан отец со слов матери, так как они не были расписаны. Был записан с ее фамилией, как русский. Все, что у меня было от отца – это отчество. Все. Вот больше никакой связи нет. И, получается, я не могла провести нить от себя к моей бабушке-еврейке. А отца, к сожалению, уже не было в живых. Я понял. И как ты, с чего ты начала для того, чтобы эту ниточку все-таки как-то доказать? Какие были твои первые шаги на этом пути? Мои первые шаги были еще пять лет назад, после второй поездки в Израиль. Я пошла, сначала пробовала обратиться в наши ЗАГСы, запросить какие-то документы по отцу. Это все бесполезно. Можете этим не заниматься. Если в свидетельстве о рождении записан ваш отец под другой фамилией – все, забудьте. Давай сейчас оговоримся. Расскажи, откуда ты приехала? Да, я из Украины, из города Днепр. Из Днепропетровска. Все верно. Ну, собственно, я потом пошла к юристам. Нашим, опять же, в Днепре, в Украине. Они тоже развели руками, и они не знали, что делать. И вот последний, я опять же перестала об этом думать, поняла, что это все бесполезно. И потом, спустя какое-то время, я решила попробовать еще раз. Мне помог Фейсбук. Фейсбук, друзья, не упускайте из виду. К сожалению, я не нашла никаких видео ни на Ютубе, ни, ну, в общем, никакой информации. Опять же, ее можно найти, если понимать, как гуглить. Я не понимала. Я не понимала даже, что искать и что мне нужно. Я не знала о существовании, в принципе, этой процедуры. Вот. Я написала Фейсбук полную историю того, как у меня это все по документам и так далее. И из множества комментариев полезным был один или два. Вот. Но мне посоветовали обратиться в организацию благотворительную. Global Aliyah она называется. Это не реклама. Это она чисто там местная, украинская? Нет. Или она глобальная по всему миру? Она израильская. 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 Они находятся здесь, в Израиле. Я писала им на почту. Вот. Они попросили меня описать в деталях все, как происходило. Вообще все семейное древо, соответственно, со стороны отца. Вот. Я им это все описала. На что они мне ответили, что да, есть возможность решить этот вопрос через ДНК-тест. Все подробно описывают, сколько это может стоить, как это происходит, кто куда идет. Вот. Насколько я знаю, они берутся не за все. Вот. Но я так поняла, что если это более или менее реально, то они возьмутся, скорее всего. Не понял. Ну, ты предварительно всю картину описала им, да? Они ее проанализировали, как бы, и поняли, что в этом случае... Да, да. И они сразу поняли, что в этом случае только ДНК-тест. Вот. Они занимаются, ну, не только этим, они, в принципе, ну, занимаются, скажем, юридической помощью. Вот. Но если вот подчеркнуть, как бы, да, вот по вот этой вот организации, как бы, и, в принципе, взять из твоего опыта, то как бы ты сказала, для кого подходит вот именно вот этот вариант с ДНК-тестом? Насколько я знаю, во-первых, такой случай, как у меня, когда ты знаешь, что у тебя есть родственники евреи, там, папа твой еврей, или, например, дедушка, но нет документальной нити от вас к этому, собственно, родственнику еврею. Вот. Еще, как вариант, бывает, что свидетельство о рождении выдано через несколько лет после самого рождения. И часто консулы, в принципе, не верят этим документам. И в этом случае нужно делать тоже ДНК-тест. Либо же, например, граждане Израиля, живущие за границей, рожают, ну, у них рождается ребенок. Внебрачный, например. Даже если в браке, насколько я знаю, они, ну, и внебрачный тоже. Не имеет значения. Тут сама суть, если ты живешь за границей и своего ребенка в консульстве не записал, то он не считается гражданином Израиля. И потом нужно, опять же, доказать, что это не, ну, непосторонний, как бы, человек. Это действительно твой ребенок. И тоже нужно ДНК-тест создавать. Ну, это то, что знаю я. Возможно, есть, ну, намного больше ситуаций. Слушай, ну, не могла бы ты сказать, вот, активная фаза всех вот этих вот, ну, можно сказать, подготовок, самого теста, тех юристов. Я знаю, ты обращалась к юристам, да. Сколько вот за вот эту вот активную фазу вот этого мероприятия ты потратила денег? Или другой вопрос. Сколько нужно приблизительно денег человеку потратить, чтобы вот это вот мероприятие начать и завершить его до логического финала довести? Смотри, помимо этой организации, в принципе, любой адвокат в Израиле может это сделать. Нужно подать иск в суд Израиля по гражданским делам и так далее. Подождать очередь, потом они решат там что-то на... Да, но это должен, во-первых, делать обязательно адвокат тут, в Израиле. Во-вторых, это, ну, немалые деньги. Мне сложно сказать, сколько это точно, но я думаю, это не менее двух-трех тысяч долларов. Две-три тысячи, да? В зависимости от того, сколько нужно будет тестов ДНК, потому что один ДНК-тест стоит пятьсот долларов. Угу. Вот. Тебе сколько понадобилось таких тестов? Нам нужно было... Я сдавала за себя, получается, и бабушка, и тетя. Три. Угу. Три. Полтора, да. Самое главное от этой организации, она благотворительная. И какую-то часть они покрывают сами. Угу. Вот. По итогу, ну, если вот быть совсем откровенными, ну, если в пятьсот долларов нам все это вышло, ну, это максимум. Я понял. Где-то так. Но другими словами, можно без юриста обойти, чтобы сделать это все через эту компанию? Ну, вот эта организация, у них свои адвокаты, свои юристы, они все делают сами. Ты отправляешь им документы, они их принимают, переводят, там, все делают сами. Угу. Они делают доверенность, присылают ее тебе, ты, соответственно, ее переводишь и нотариально заверяешь у себя. Да. Вот, либо же, ну, опять же, от тебя нужна доверенность им, они просто присылают текст. Я понял. Который должен быть в этой доверенности. Они потом ее тут используют, от твоего имени подают иск в суд. Вот. Ну, и все ведут от твоего имени. Они ничего не берут, никакие деньги, да, эти? Вот. Зачастую, как минимум, покрываются организацией вот эти вот юристы, адвокаты. Угу. Вот. Возможно, за ДНК-тест. Ну, это все индивидуально, все зависит от благосостояния человека, который обращается. Да, да, опять же, если это, например, израильтянин, который живет здесь, но его, там, жена и сын живут, не знаю, за границей в России и в Украине, то, скорее всего, ну, это будет стоить дорожки, конечно. Мы сможем под видео оставить ссылку? Ссылку, конечно, обязательно. Кинешь мне туда и прикреплю ее. Ты все-таки, получается, но я так понял, что ты брала стороннего юриста, не с этой организацией? Нет, нет, все с этой организацией. Все с этой организацией? Да. Я, ну, мне писали некоторые люди после, ну, после того поста в Facebook, девушка мне писала, она адвоката тоже писала, что она занимается этим, в принципе. То есть их, ну, сейчас не проблема найти. Я понял. Ну, и скажи, с момента подачи иска, да, сколько времени проходит, когда уже какие-то есть результаты, и как там дальше вообще все эти дела происходят? Ну, после того, как иск уже подали, то есть все документы, в принципе, подготовлены, сколько конкретно займет по времени, сказать сложно, но в зависимости от праздников, скажем так. Ну, я думаю, это месяц-два. У нас все, как обычно, нам не повезло. У нас были праздники и так далее, но неважно. Мы дождались, и где-то через пару месяцев, может, через три нам назначили ДНК-тест. Суд сам назначает, то есть не может это назначить ни адвокат, ни юрист, обязательно суд должен назначить ДНК-тест, после чего я в своей стране ехала в консульство Израиля сдавать ДНК-тест, а мои родственники, которые здесь, ехали в Тель-Авив в лабораторию и сдавали тут. То есть не нужно никому никуда лететь, в этом плане все хорошо. Мои бабушка и тетя сдавали в Тель-Авиве кровь, а я сдавала слюну. Но единственное, это делается только в Киеве. Я понял. Если это Украина, не знаю, как в России, но в Украине только в Киеве. Вот. И после этого остается самое главное – ожидание. Во-первых, нужно дождаться, пока будет результат из лаборатории. Главное, чтобы он, конечно, был положительный. У нас был такой спорный результат. Пришлось нашим адвокатам дополнительно подавать документы в прокуратуру, чтобы результат признали положительным. И, слава богу, нам повезло, его признали положительным. Потому что он был не совсем однозначный, как нам сказали. Вот. И потом вот это все отправляется, опять же, в суд, как ответ по ДНК-тесту. И суд принимает решение. Принимает решение, опять же, в зависимости от его праздники или не праздники. Мы два раза попадали на праздники. Ну, вот эта вот организация, интересно мне узнать, Global Aliyah, правильно я говорю? Она вот в отношении вот этих вот этапов, она инструктирует? Или вы вот по мере того, как дело начинает продвигаться, вы все это узнаете, да? Ну, смотри. Куда сдавать, где сдавать, как сдавать. То есть, ну, ты рассказываешь, как бы, как у тебя получилось, да? И в другой стране это может быть по-другому. То есть, они направляют это? Они обязательно говорят. Самое главное, основное, они, в принципе, описывают сразу. Как только они, ну, решают взяться за дело. Потом, конечно, может что-то вылазить. Ну, какие-то подводные камни всегда бывают. Вот как у нас, например, им пришлось прокуратуру подавать. То есть, нам, ну, у нас, скажем, был человек, с которым мы все время контактировали. Он нам обязательно отписывался. Я понял. Что и как. Поэтому можно не переживать, они, ну, как бы, не бросят. Но все-таки хотелось бы у тебя спросить, сколько по срокам у тебя весь этот процесс уже активной фазы, можно сказать, занял по времени? Мы начали в январе 2018 года. Вот. И решение суда мы получили в октябре 2018 года. То есть, почти год. Угу. Почти год. Ну, это еще с учетом того, что после получения решения суда идешь к консулу. Угу. Потому что решение суда, оно не является обязательным. Если что-то не так пошло у консула, это уже совсем другие, как бы, проблемы. Вот. Я понял. Ну, вообще, коротко так, это хотя тема не касается, впечатления от общения с консулом какие у вас? Ой, у нас отличные. Ну, мы пришли заранее. Угу. У нас не было еще и полугода браку. Вот. Но мы пришли, потому что знали, что это решение суда. Потом еще отправляется в Иерусалим на проверку, в Натив. И я на каких-то форумах вычитала, что это может занять и полгода. Угу. Угу. Потом мы пришли заранее. И он на нас посмотрел и говорит, а что это вот? Два дня брака, вы приперлись. Я говорю, ну, у нас вот так и так не самая простая ситуация. Он сказал, а, хорошо. Задал каких-то пару вопросов. Честно, я уже не помню, какие. И сказал, ну, я тогда отправляю на проверку решение суда. Угу. Ну, ждите ответ. И через 10 дней нам уже позвонили и сказали, что все хорошо. Можете приезжать за визой, да? Да. Но, нет, нам сказали приезжайте. Консул сказал приезжать летом. Угу. Потому что в мае у нас только был год брака. Браку. Вот. В июне... А, в июне он был в отпуске. В июле мы приехали и нам сразу поставили визы. Все. То есть проблем никаких не было? Никаких не было. Каверзных вопросов не было тоже? Я думаю, в этой ситуации, ну, консул видит, сколько было... Сделано, пройдено. ...потрачено сил, времени, денег и так далее. И просто понимает, что это не... Ну, да, что это не мухлёж какой-то. Да, да. Саша, ну и не могла бы ты посоветовать что-то тем людям, тем зрителям, которые нас смотрят, которых либо предстоит подобная процедура, либо которые сейчас в процессе этой процедуры. Что бы ты от себя посоветовала, исходя из своего опыта и знаний в этом отношении? В первую очередь я бы, конечно, посоветовала ни в коем случае не опускать руки. Идти до конца – это обязательно. Я несколько раз пыталась, бросала. Ну и в последний раз я, конечно, уже себе сказала, что нет, я зайду до конца. И все это не зря, как видите, я в Израиле. Это, по сути, самый главный совет. Все остальное зависит в большей степени от желания. Если очень хочется, то все возможно. Да, и у тебя, ты говорила, в процессе, в общем, да, 10 лет над этим ты думала. Где-то когда-то временами активно что-то пыталась предпринимать. Да. Но из-за того, что не было в полном объеме тех необходимых каких-то, ну, не знаю, инструкций, можно сказать, или знаний, да, которые бы могли тебе помогать идти дальше в этом отношении, ты приостанавливала, допустим. Да, да, я опускала руки и понимала, что, ну, все, значит, ничего не сделать. Но, по факту... Друзья, не опускайте руки, если у вас такая ситуация, и вы хотите получить гражданство Израиля. Пример Саши показывает, что это возможно. Ну, я желаю вам, мы с Сашей, желаем вам всего хорошего. До новых встреч, друзья. Пока. 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 Продолжение следует...